Еще буквально пять лет назад о том, что она будет титулованным кулинаром, Анастасия Колупанович даже не думала. Экономист по образованию в один из свободных вечеров просто пролистывала социальные сети. И по одной из ссылок вышла на мастера, работающего с сахарными цветами. Красивые работы приятно впечатлили, а любопытство подстегнуло попробовать. И понеслось. Я думаю, это самое мое большое детище, но отнимает времени не меньше, чем ребенок. И я бы сказала, все мое время это отнимает. Появилась с ним вся моя новая жизнь. То есть все эти годы, что я занимаюсь кулинарией, это все мое новое появилось благодаря этому. Сегодня Анастасия мастер известна не только в Беларуси, но и в других странах. В большой копилке уже немалое количество премий и наград, за каждый из которых длительный путь подготовки. За очередным титулом, титулом чемпиона, в Люксембург мастер поехала осознанно. Долго готовилась и результат приятно порадовал. Почетное второе место из 450 участников. Судейством я разговаривала, сказали, что мои цветы вообще как живые. Самые реалистичные из вот этих двух дней, когда мы на второй день уставлялись. Самые реалистичные получились. Говорит, как будто пахнет, сказали. Ну и тоже, да, вот интересная идея, то есть новая. У меня была торт книга, из него цветы были. То есть задумка была такая, что жизнь каждого человека – это чистая книга. И каждая, она черно-белая, каждый сам разукрашивает ее в своих цветах. У меня это радуга, и у меня как четыре сезона в вашей жизни. От зимы, когда пустая книга, и дальше пошла осень, лето, весна, и еще плюс в красках радуги. Удивительной красоты кондитерской композиции, в основу которой легла необычная идея отражения сущностей человеческой жизни, смогла покорить членов жюри. Конечно же, высокая оценка приятно порадовала. Кроме награды в родной Брест, Анастасия привезла и сертификат международного члена жюри, что еще укрепило ее в мысли о том, что преподавание и инструктаж – то, чем бы она хотела заниматься. Во-первых, это было исполнение моей мечты, потому что я же начала этим всем заниматься, когда увидела, что будут, в принципе, конкурсы, что можно чего-то добиться. И есть разные, две категории людей. Одни, которые участвуют в конкурсах, чтобы победить, а другие – для того, чтобы посмотреть свой уровень, ну, как в школе, оцените мои знания. Я скорее к авторому отношусь, чтобы показать себя, свои возможности, свои способности, учения, вот эти, чему я научилась, и чтобы меня оценили, и я увидела свой реальный уровень, то есть от жюри, чтобы они мне сказали. То есть у меня не было целью «все, я хочу золото, все, я еду победить», я ехала просто как на экзамен. Уже сегодня в своей авторской студии «Сахарени» Анастасия Колупанович проводит различные встречи, мастер-классы для увлеченных искусством приготовления блюд. К слову, здесь же она реализует давнюю мечту и готовит детскую команду кулинаров, которые уже совсем скоро отправятся на международный конкурс. Анастасия Назарин, Плотницкий, Андрей Щербант, Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.